Не страшно. Да не было, в принципе, потому что что бы ни произошло, ты умрёшь сразу. То есть ты провалишься либо в горячий шпак, ты умрёшь сразу, либо вулканическая бомба упадёт, ты умрёшь сразу. И ещё, знаешь, смотришь на вулканологов, которые за 50 метров просто вот так вот к изгрыжению подходят, и ты понимаешь, что ты не так уж крут. Вулканологи крутые, а ты 250 метров против 50, что-то такое. Вот, что бывает с человеком, когда у него нет усов, и на него падает пепел. Потому что, конечно, Камчатка, извержение вулкана, которое потребовало там и переночевать, и снимать эту лаву, и карабкаться по обледенелму склону. Там есть такое место, гора Клишня. Из-за жара вулкана, то есть минус 35 до вулкана, а внутри вулкана я не знаю, сколько там, сотен или тысяч, в общем, достаточно много.